Книга Открытым оком 45 по 56 стих Книга Открытым оком 46 и, переправившись, прибыли в землю Генесарецкую и пристали к берегу. Когда вышли они из лодки, тотчас жители, узнав его, оббежали всю окрестность ту и начали на постелях приносить больных туда, где он, как слышно было, находился. И куда ни приходил он, в селение ли, в города ли, в деревни ли, клали больных на открытых местах и просили его, чтобы им прикоснуться, хотя к краю одежды его, и которые прикасались к нему, исцелялись. Вопросы. Почему «понудил» и «тотчас» написаны? Наверное, ученики участвовали в заговоре. Иоанна 6 глава 15 стих Иисус же, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гор в один. Провозгласить царем Христа. Вспомним, как он всегда молился в важные моменты своей жизни. Евангелие от Луки, 3 глава, 21 стих Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился, отверзл с неба. Шестая глава, 12 стих В те дни взошел он на гору помолиться, и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Пятая глава, 16 стих Но он уходил в пустынные места и молился. Девятая глава, 28 стих После сих слов, дней через восемь, взяв Петра, Иоанна и Иакова, взошел он на гору помолиться. Одиннадцатая глава, 1 стих Случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему, Господи, научи нас молиться, как Иоанн научил учеников своих. 22 глава, 1 стих И сам отошел от них на вержение камня и, преклонив колени, молился. Необходимо молиться и после духовных побед. В начале четвертой стражи, то есть около трех часов утра, когда было темнее всего, Христос приближается к ученикам, идя по воде. Почему он их здесь не укорял? Не злая судьба и не слепой случай управляет жизнью христианина. Но Господь... В темные тяжкие минуты он говорит душе, это я, не бойся. Трудные и непонятные с начала испытания. Не лучшие ли для нас уроки? Книга Иова, 42 глава, с 3 по 6 стих Кто сей омрачающее провидение, ничего не разумея? Так я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал. Выслушай, взывал я, и я буду говорить, и что буду спрашивать у тебя, объясни мне. Я слышал о тебе слухом ухо, теперь же мои глаза видят тебя. Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле. Евреям, 12 глава, с 6 по 11 стих Ибо когда Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить. Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости его. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности. Евангелие от Марка, 7 глава, с 1 по 24 стих. Собрались к нему фарисеи и некоторые из книжников, пришедшие из Иерусалима, и, увидев некоторых из учеников его, евших хлеб нечистыми, то есть неумытыми руками, укоряли. Ибо фарисеи и все иудеи держались предания старцев, не едят, не умыв тщательно рук, и, придя с торга, не едят, не омывшись. Есть и многое другое, чего они приняли держаться. Наблюдать омовение чаш, кружек, котлов и скамей. Потом спрашивают его фарисеи и книжники, «Зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб?» Он сказал им в ответ, «Хорошо пророчествовал вас, лицемерах Исаия, как написано, «Люди сей чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня». «Но тщетно чтут меня, уча учениями и заповедями человеческими. Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь в предании человеческого, омовения, кружек и чаш, и делаете многое другое сему подобное». И сказал им, «Хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание? Ибо Моисей сказал, «Почитай отца своего и мать свою, и злословище отца или мать смертью да умрет. А вы говорите, кто скажет отцу или матери корван, то есть дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, то вы уже попускаете ничего не делать для отца своего или матери своей, устраняя слово Божие преданием вашим, которое вы установили, и делаете много сему подобное. И призвав весь народ, говорил им, «Слушайте меня, все и разумейте. Ничего входящего человека извне не может осквернить его, но что исходит из него, то осквернеет человека. Если кто имеет уши, слышит да слышит». И когда он от народа вошел в дом, ученики его спросили его о притче. Он сказал им, «Неужели и вы так непонятливы? Неужели не разумеете, что ничто извне, входящее в человека, не может осквернить его, потому что не в сердце его входит, а в чрево, и выходит вон, чем очищается всякая пища?» Далее сказал, «Исходящее из человека оскверняет человека, ибо изнутри сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихаимства, злоба, коварства, непотребства, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло извнутри сходит и оскверняет человека. И отправившись оттуда, пришел в пределы Тирские и Сидонские. И, войдя в дом, не хотел, чтобы кто узнал, но не мог утаиться. Нужно вникнуть в образ мыслей фарисеев и книжников, чтобы понять их. Религия представлялась им в глазах их прежде всего рядом правил, толкований и обязательных обрядов. Исайя, 28 глава, 10 по 13 стих. «Ибо все заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило, тут немного и там немного. Так что они пойдут и упадут на взничь. И разобьются, и попадут в сеть, и будут уловлены». Мало-помалу толкование закона и масса самых мелочных предписаний, преданиях Аллаха, получили первенствующее значение, считались наравне с обязательным законом Моисея и заслонили с собой суть религии, внутреннее отношение к Богу. Евангелие от Иоанна, 4 глава, 24 стих. «Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и Истине». Матфея, 5 глава, 20 стих. «Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Нам трудно даже представить себе, какую радикальную революцию всего еврейского религиозного быта Христос проводит в 15 стихе. И этим устраняются не только многие предания старцев, но иначе освещается вся та сторона законодательства Моисея, которая оказалась в предписании о чистой и нечистой пище. Это могло казаться посягательством на всю ритуальную сторону Ветхого Завета. Левит, 11 глава. «Как туго это новое духовное начало дается ученикам». Деяние, 10 глава, 3 по 16 стих. «Он в видении ясно видел около девятого часа дня ангела Божия, который вошел к нему и сказал ему, «Корнилий!» Он же взглянув в него, испугавшись, сказал, «Что, Господи?» Ангел отвечал ему, «Молитвы твои, милственные твои, пришли на память перед Богом. Итак, пошли людей в Иопию и призови Симона, называемую Петром. Он гостит у некоего Симонова Кожевника, который дом находится при море. Он скажет тебе слова, которыми спасешь и ты, и весь дом твой». Когда ангел, говорившись с Корнилием, отошел, и он, призвав двоих из своих слуг и благочестивого воина, изнаходившийся при нем, и рассказав им все, послал их в Иопию. На другой день, когда они шли и приближались к городу, Петр около шестого часа взошел наверх дома помолиться, и почувствовал он голод и хотел есть. Между тем, как приготовляли, он пришел в выступление, и видит отверстие неба, исходящее к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно, привязанное за четыре угла и опускаемое на землю. В нем находились всякие четвероногие земные, звери, присмыкающиеся и птицы небесные. И был глаз к нему, «Встань, Петр, заколи и ешь». Но Петр сказал, «Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного и нечистого». Тогда в другой раз был глаз к нему, «Что Бог очистил того-то, не почитай, нечистого». Это было трижды, и сосуд опять поднялся на небо. Деяния, 15 глава, 5, 19, 20, 28, 29 стих. Тогда восстали некоторые из ферисейской ереси, уверовавшие и говорили, что должно обрезывать язычников и заповедовать соблюдать закон Моисеев. Посему, я полагаю, не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от скверного идолами, от блуда, удавлений и крови, и чтобы они делали другим того, чего не хотят себе. «Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени боли, кроме сего необходимого. Воздерживаться от идоложертвенного и крови, и удавленной, и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите. Соблюдая сие, хорошо сделаете. Будьте здравы». Как же ясно апостол Павел впоследствии уразумел этот принцип. 1 Коринфянам 8.8 «Пища не приближает нас к Богу, ибо едим ли мы, ничего не приобретаем, не едим ли, ничего не теряем». В стихах 21 по 23 мы читаем «Ибо изнутри сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяние, любодеяние, убийство, кража, лихаимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство и гордость безумства. Все это зло изнутри сходит и оскверняет человека». Христос навсегда разбивает всякое представление о собственной праведности человека, показывая, что у него само ядро души испорчено. Иеремия, 17 глава, 9 по 10 стих. Лукаво сердце человеческое. Человеческое. Более всего и крайне испорчено. Кто узнает его? Я, Господь, проникаю в сердце и испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дело его. Исайя, 64, 6. «Все мы сделались, как нечистые, и вся праведность наша, как запачканная одежда, и все мы поблекли, как лист, и беззаконие наши, как ветер, уносят нас». Исцеление должно начинаться с этого центра. Подумали мы, что худые мысли или злоба, или гордость оскверняет нас? Стих 23. «Все это зло изнутри сходит и оскверняет человека». Мысли порождают поступки. Откуда у Христа такая непостижимая широта и глубина взглядов, до которых и в наше время многие не доросли? Неужели это могло прийти из Назарета или Иерусалима? Евангелие от Луки, 2 глава, с 39 по 42 стих. «И когда они совершили все по закону Господню, возвратились в Галилею, в город свой Назарет. Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нем. Каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. И когда он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Евангелие от Марка, 7 глава, 25 по 30 стих. «Ибо услышала о нем женщина, у которой дочь одержима была нечистым духом, и, придя, припала к ногам его. А женщина та была язычница, родом Серофи-Никинианка, и просила его, чтобы изгнал беса из ее дочери. Но Иисус сказал ей, «Дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она же сказала ему в ответ, «Так, Господи, но и псы под столом едят крохи у детей». И сказал ей, «За это слово пойди, бес вышел из твоей дочери». И, придя в свой дом, она нашла, что бес вышел, и дочь лежит на постели. «Как мало эта темная языческая женщина могла слышать и знать о Христе здесь, на севере, но и этого было достаточно, чтобы она пришла к Нему и своим доверием пристыдила многих». Евангелие от Луки, 7 глава, 25 стих. «Что же смотреть ходили вы? Человека ли одетого в мягкие одежды, но одевающиеся пышно и роскошно живущие находятся при дворах царских? Как нужда научает молиться? Какая неотступность?» Евангелие от Луки, 11 глава, 8 стих. «Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его, встав, даст ему, сколько просит». Евангелие от Луки, 18 глава, 1-7 стих. «Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать, говоря, «В одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила, «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел. А после сказал сам в себе, «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». И сказал Господь, «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре, но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Так ли мы молимся? Женщина сверх надежды поверила с надеждой. Римлянам 4 глава, 18 по 21 стих. Он сверх надежды поверил с надеждой, через что сделался отцом многих народов, по сказанному. Так многочисленно будет семя твое. И не изнемогший в вере он не помышлял, что тело его, почти столетнего, уже омертвело, и утроба ссарена в омертвении. Не колебался в обетовании Божьим неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу и будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещанное. Христос никогда не действует шаблонно, только растяжением, верой. Удлиняется и растет, и потому необходимо подвергать ее испытаниям. 1 Петра 1 глава 6 по 7 стих. «А всем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалось драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытаемого, испытываемого золото, похвале и честности, и в чести, и славе в явлении Иисуса Христа». Вспомним другие случаи, когда Господь требовал послушания веры без видения и без чувствования. Матфея 8 глава 8 стих. «Сотник же, отвечая, сказал, «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кровь мой, но скажи только слово, и выздоровеет слугам». Лука 17 глава 14 стих. «Увидев их, он сказал им, «Пойдите, покажитесь священникам». И когда они шли, очистились. Иоанна 4 глава 50 стих. «Иисус говорит ему, «Пойди, сын твой здоров». Он поверил слову, которое сказал ему Иисус, и пошел». Иоанна 9 глава 7 стих. «И сказал ему, «Пойди, умойся в купальне Силуам, что значит посланный». Он пошел и умылся, и пришел зрячим». Господь хочет, чтобы мы поверили Ему на слово. Евангелие от Иоанна 20 глава 29 стих. «Иисус говорит ему, «Ты поверил, потому что увидел Меня, блаженный, не видевший и уверовавший». 2 Коринфянам 5 глава 7 стих. «Ибо мы ходим веру, а не видением». «Чувства могут прийти потом». Евангелие от Марка 7 глава 31 по 37 стих. «Выйдя из пределов Тирских и Сидонских, Иисус опять пошел к морю Галилейскому через пределы Десятиградия. Привели к Нему глухого косноязычного и просили Его возложить на Него руку. И Иисус, отведя Его в сторону от народа, вложил персты свои в уши Ему и, плюнув, коснулся языка Его. И, воздрев на небо, вздохнул и сказал Ему, «Ефафа», то есть отверзись. И тотчас отверзся у Него слух, и разлишились узы Его языка, и стал говорить чисто. И повелел им не сказывать никому, но сколько Он не запрещал им, они еще более разглашали. И чрезвычайно дивились и говорили, «Все хорошо делает, и глухих делает слышащими, и немых говорящими». К счастью для бедного глухого у Него были друзья, которые пожалели Его и привели Его к Иисусу. Несмотря на то, что Он не мог, конечно, понять, что с Ним делали. Смотрит на небо, чтобы, овладев вниманием несчастного, дать Ему уразуметь, что с Ним делается, и направить Его мысли, к Богу. Может быть, мы и не всегда понимаем. Отводит нас в сторону и прикасается именно к нашим больным местам, и что у Него промахов не бывает. Евангелие от Иоанна, 13 глава, 7 стих. Иисус сказал Ему в ответ, «Что Я делаю, теперь ты не знаешь, а разумеешь после». Иеремия, 29 глава, с 11 по 13 стих. «Ибо только Я знаю намерения, какие имею у вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И вы зовете ко Мне, и пойдете, и помолитесь Мне, и Я услышу вас, и взыщете Меня, и найдете, если взыщете Меня всем сердцем вашим». Иеремия, 30 глава, 12 и 17 стих. «Ибо так говорит Господь, рана твоя неисцельна, яза твоя жестока, я обложу тебя пластырем и исцелю тебя от ран твоих, говорит Господь. Тебя называли отверженным, говоря, вот сион, о котором никто не спрашивает». 33 глава, 6 стих. Иеремия. «Вот я приложу ему пластырь и целебные средства, и уврачу их, и открою им обилие мира и истины». «Какие больные места нашей души?» Вопрос. Евангелие от Марка, 8 глава, с 1 по 10 стих. «В те дни, когда собралось весьма много народа и нечего было им есть, Иисус, призвав учеников своих, сказал им, «Жаль мне народа, что уже три дня находятся при мне и нечего им есть. Если не евшими, отпущу их в домы их, ослабеют дороги, ибо некоторые из них пришли издалека». Ученики его отвечали ему, «Откуда мог бы кто хоть взять здесь в пустыне хлебов, чтобы накормить их?» И спросил их, «Сколько у вас хлебов?» Они сказали, «Семь». Тогда велел народу возлечь на землю и, взяв семь хлебов и воздав благодарение, преломил и дал ученикам своим, чтобы они раздали, и они раздали народу. Было у них и немного рыбок. Благословив, он велел раздать и их. И ели и насытились, и набрали оставшихся кусков семь корзин. Евших же было около четырех тысяч. И отпустил их, и тотчас, войдя в лодку с учениками своими, прибыл в пределы Долбановские. «Жаль мне народа!» Как эти слова рисуют Христа? Имеем ли мы сострадание к земным и духовным нуждам окружающих нас лиц? Как важно подмечать и уразумевать благодеяния, оказанные нам Богом в прошлом, и на основании их судить о Его верности, готовности и умении помогать нам и в будущем. Евангелие от Марка, 8 глава, 11 по 21 стих. Вышли фарисеи и начали с ним спорить и требовали от него знамения с неба, искушая его. И он, глубоко вздохнув, сказал, «Для чего род сей требует знамения? Истинно говорю вам, не дастся рода сему знамения». И, оставив их, опять вошел в лодку и отправился на ту сторону. При всем ученики Его забыли взять хлебов и кроме одного хлеба не имели с собой в лодке. А он заповедал им, говоря, «Смотрите, берегитесь закваски ферисейской и закваски Иродовой». И, рассуждая между собой, говорили, «Это значит, что и хлебов нет у нас». И Иисус, уразумев, говорит им, «Что рассуждаете о том, что нет у вас хлебов? Еще ли не понимаете, не разумеете? Еще ли окаменено у вас сердце? Имея очи не видите, имея уши не слышите и не помните. Когда я пять хлебов преломил для пяти тысяч человек, сколько полных коробов осталось? Сколько полных коробов набрали вы кусков?» Говорят ему, «Двенадцать». А когда семь для четырех тысяч сколько корзин набрали вы оставшихся кусков? Сказали, «Семь». И сказал им, «Как же не разумеете?» «Вся природа полна доказательств славы Творца». Псалом, восемнадцатая глава. Псалом, восемнадцать, второй по четвертый стих. «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знания. Нет языка, и нет наречия, где не слышался бы голос их. Но видит их только тот, у кого душа обращена к Богу». Второе к Олимпинам, третья глава, с пятнадцатой по шестнадцатый стих. «Да ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их, но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается». Пока душа стоит в боевом отношении к Богу, все доказательства доказательства бесполезны. Можно поставить опрокинутую чашу под целый водопад, но пока она останется в таком положении, она никогда не наполнится. Евангелие от Иоанна, седьмая глава, семнадцатый стих. «Кто хочет валить воле его, тот узнает о всем учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю». Поставим себе вопрос ребром, честно. Желаем ли мы уверовать? Первое условие поворот к Богу. «Лучше последовать примеру Христа и не давать доказательств того, где нет искреннего желания уверовать. Христос никогда не насилует волю человека». Фарисеи вообще разве желали уверовать? Теперь они хотят взвалить ответственность за свое неверие на Христа. Почему Христос сравнивает лицемерие фарисеев и оппортунизм придворных иродиан именно закваской, которой нужно остерегаться? Что характерно в закваске? Как она действует, видоизменяя и внешний, и внутренний состав теста? Какие закваски в наши дни особенно опасны для христианина? Сергеянство, предательство митрополита Сергия Старогородского. Не есть ли современное иродианство? Упрек Христа к духовному тупоумию глазами не видит, ушами не слышит и не разумеет сердцем? С каким имением и терпением Христос учит и развивает своих тупых учеников? Будем и мы иметь терпение друг к другу. Христос